Ну и для начала хотел вас пригласить на свой резервный канал Электрохобби, который находится на Яндекс.Дзене. Если мои ролики будут удобнее смотреть именно на этом канале, то переходите, подписывайтесь, ну и следите за выходом новых моих видео. Ссылка на этот резервный канал будет в описании под этим видео. Продолжение следует... Допустим, это плата также импульсного блока питания маломощного, тут где-то на 12 Вт, выходное напряжение 12 Вольт, ну и ток до 1 Ампера. И опять же, в самом начале стоит вот этот резистор, о котором идет речь. Вот плата драйвера импульсного на дросселе для обычной светодиодной лампочки. И здесь же опять же, в самом начале стоит этот резистор. Эти резисторы, как правило, ставятся на платах импульсных блоков питания мощностью где-то до 50 Вт. Если мощность выше этого значения, ну вот допустим 100 Вт импульсник, то на это же место уже ставится не резистор, а термистер, у которого изначально сопротивление в холодном состоянии где-то от 10 Ом. Но когда он выходит на свой режим, то есть нагревается, его сопротивление уменьшается практически до нуля. Ну и тем самым для более мощных блоков питания уже используются все-таки термистеры. Те, кто пытался ремонтировать блоки питания или просто разбираться в схемах вот таких маломощных импульсников, наверняка сразу же узнают вот этот входной узел. То есть стоит обычный диодный мост, который переменное напряжение выпрямляет и делает его постоянным. Ну и после моста стоит обычный электролитический конденсатор, задача которого сгладить вот эти пульсации, которые идут после мостика. Дело в том, что вот эти резисторы имеют два функциональных назначения. Первое, это он работает как предохранитель. То есть в случае короткого замыкания, где-то вот в этой цепи, данный резистор перегорает, как обычный предохранитель, ну и обрывает цепь между блоком питания и сетью. Ну а второе назначение также немаловажное. Это ограничение силы тока для конденсатора электролита. Но если с функцией предохранителя тут все понятно, то насчет ограничения тока давайте немножко более подробно разберемся. Поскольку новички эту функцию могут просто недооценивать. Если, допустим, этот резистор перегорел, сработав как предохранитель, некоторые могут начинающие додуматься, чтобы просто перемычку здесь поставить. Ну, схема в принципе заработает, если все остальное тут целое в блоке питания. Но надежность этого источника питания уже в разы уменьшается. И большая вероятность, что диодный мост в скором времени выйдет просто из строя, перегорит. И так, как известно, когда конденсаторы разряжены, и когда на них подается напряжение, то у них в начальный момент очень большой ток. То есть в начальный момент, на очень короткий промежуток времени, конденсатор подобен просто обычной перемычке. Ну, естественно, если у нас на вход подается 230 вольт переменного тока, и это действующее значение этого напряжения, то амплитудное значение сетевого напряжения будет в 1,41 раза больше. И вот уже на клеммах конденсатора после диодового моста напряжение, вот это самое амплитудное, равно 324 вольта. Ну, по старым меркам, когда был стандарт 220 вольт, амплитудное значение было 310. Но поскольку сейчас уже принято считать, что в сети 230 вольт, то и амплитудное у нас будет 324. Ну, это информация для тех, кто еще не в курсе был этого. И у нас на входе переменное напряжение имеет синусоидальную форму. То есть оно постоянно то увеличивается, то уменьшается, периодически меняя свою полярность на противоположную. Если мы подключили свой блок питания именно в тот момент, когда у нас максимальная амплитуда, все 324 вольта, и вот это напряжение прикладывается полностью разряженному конденсатору. И в этот момент, при условии, что конденсатор подобен обычной перемычке, во входной цепи возникает очень большое значение тока. И чтобы было понятно, с какими величинами тока мы имеем дело при заряде конденсатора, то если здесь не будет никакого резистора, только ограничительного. А возьмем, что у нас сопротивление общее от розетки до конденсатора. Ну, это с учетом сопротивления от самого шнура, который от вилки может идти к блоку питания. И пусть это сопротивление проводового будет у нас 0,3 Ом всего лишь. То в этом случае, как мы подаем напряжение, и вот это напряжение попадает как раз на это 324 вольта. При этом время заряда будет у нас 0,01 миллисекунда. Так, для справки, что полный один период занимает время 20 миллисекунд при частоте 50 Гц. Ну, при частоте обычной сети. То вот в этом, в одном полном периоде, вот это очень маленькое значение, то есть такой кратковременный всплеск, будет время заряда конденсатора. Но при этом величина тока будет у нас в этот маленький промежуток времени аж доходить до 1080 Ампер. То есть получается ток 1 кАмпер. Я думаю, даже новичок может понять, что это очень-очень большой ток. Ну, естественно, в первую очередь у нас подвергаются удару вот такому большому токовому. Это вот диодный мостик. И очень большая вероятность, что он просто выйдет из строя в самом начале запуска от блока питания нашего импульсного. И вот этот расчет, это касается емкости конденсатора вот в 4,7 микрофарада. Ну, естественно, чем емкость будет больше, то и ток будет больше, и время заряда. Ну, естественно, этот импульс будет более такой вредоносный вот для диодов. В том случае, если мы сюда поставим небольшой резистор, вот даже вот всего лишь на 3 Ом, тем самым немного ограничив ток для этого самого конденсатора, вот для его заряда начального, то при тех же условиях, при этой же емкости вот 4,7 микрофарада, при том же напряжении, амплитудном 324 вольта, у нас время заряда чуть-чуть увеличится. То есть уже будет 0,07 миллисекунды. Но это все равно является очень коротковременным таким всплеском, если брать вот весь период, там где, как я ранее сказал, время 20 миллисекунд. Но при таком сопротивлении ток уже у нас ограничится до 108 Ампер. И уже такой ток гораздо безопасней в импульсном режиме для диодов и выпрямителей. Вероятность выхода их из строя уже в 10 раз уменьшается. Но если мы сюда резистор поставим не на 3 Ом, а на 4, то этот ток уже снизится до 80 Ампер, то есть еще меньше станет. Так что, казалось бы, какое-то маленькое сопротивление всего лишь в 3 Ома. А на самом деле оно очень сильно ограничивает отпусковой ток и достаточно сильно защищает диоды выпрямителя от таких чрезмерно больших величин отпускового тока вот этого конденсатора. Так что если в вашем блоке питания импульсом вот этот резистор перегорит в случае какого-то там короткого замыкания, ни в коем случае сюда перемычку вместо него не ставим и обязательно заменяем его на такой же резистор, либо же вот с отклонением там в паровом, чтобы все равно происходило вот это ограничение по току. Так что вот новички, обязательно учтите этот момент, что даже такого маленького резистора вполне хватает, чтобы очень сильно ограничить ток и чтобы сделать работу мостика более безопасной. Так что вот в принципе все, что хотел сказать по данному резистору. Ну а на этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, ну и ждем новых видео. Всем всего хорошего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok